Сотворение человека и грехопадение человека Сотворение человека и грехопадение человека. Как Витнес-Ли представляет себе это? Давайте перенесемся в самое-самое начало творения, когда Бог человека только сотворил. В картине мира, который рисует нам Витнес-Ли, огромную роль играют два дерева в Эдемском саду. Помните, Писание говорит о том, что есть дерево жизни, есть дерево познания добра и зла. Для христиан, или по крайней мере в традиционном христианском толковании, эти деревья это просто деревья, в которых нет ничего большего. Дерево познания добра и зла это просто залог нашего послушания Богу. Плоды этого дерева не были ядовитыми. В них не было ничего страшного. Единственное, что было связано с этим деревом, Господь сказал, вот от этого дерева, пожалуйста, ничего не ешь. Потому что когда ты съешь, ты смертью умрешь. Не потому, что ты отравишься, а потому что человек, приступив к повелению Бога, отвернувшись от своего творца, естественно, теряет возможность жить дальше. Смертью умрешь. Это произошло. Однако у Уитнеса Ли в его богословии эти два дерева это не просто деревья, а символические изображения или символические воплощения Бога и Сатаны. Сам Бог присутствует в Эдемском саду в виде дерева жизни, а сам Сатана присутствует в Эдемском саду в виде дерева познания добра и зла. Дерево познания добра и зла перестает быть вот этой точкой послушания человека Богу и превращается в нечто изначально смертоносное. То есть вкусить от дерева познания добра и зла означает вкусить от самого Сатаны, слиться с ним, принять его природу. Смерть в понимании Уитнеса Ли это не отсутствие жизни, не отказ от Божьей милости, не отказ от познания Бога, но нечто внешнее по отношению к человеку, нечто объективно существующее, нечто вроде смертоносного яда, который мы принимаем в свою жизнь. Он пишет об этом так. Что обозначают эти два дерева? Как это раскрывается во всем Писании, древо жизни обозначает самого Бога во Христе, жизни нашей. Что обозначает второе дерево? Это древо представляет собой не что иное, как сатану, источник смерти. Второе древо приносит смерть, потому что оно и есть самый источник смерти. То есть удивительная вещь. В саду, который Бог насадил в Эдеме, есть дерево, которое представляет собой источник смерти. И само по себе это достаточно интересно. Уитнес Ли изображает Бога и сатану по сути двумя равновеликими, но противоположные по направленности силами, между которыми был помещен, очень важно, нейтральный человек. То есть Бог изначально сотворил человека не склонным к Богу, не праведным, не сотворенным по Богу, а нейтральным, который в одинаковой мере мог прийти как к Богу, так и к сатане. Он находился между двумя деревьями, мог совершенно спокойно, свободно сделать выбор между ними. Он пишет. полного выражения Бога. Другая возможность была, однако, в том, что человека склонили воспользоваться плодами второго дерева, источника смерти. В результате этого человек бы слился тогда со вторым древом. То есть человек был нейтральным, стоял между Богом и сатаной, и Богу-то, конечно, хотелось, чтобы человек слился с ним. Но у человека была точно такая же возможность слился со вторым деревом и воспользоваться источником смерти. Что конкретно имеет в виду Уитнес Ли, когда говорит о том, что человек был нейтральным по отношению к Богу и сатане? Здесь очень важный момент. Уитнес Ли поясняет, что сотворение человека не было конечной целью или конечным итогом Божьего плана. Адам, который был сотворен Богом, на самом деле не был совершенным, законченным творением. Он нуждался еще в дальнейшем совершенствам. Что он об этом пишет? «Цель Божия для нас, существ человеческих, состоит в том, чтобы мы получили Его несотворенную жизнь и были преобразованы в Его облик, чтобы быть подобными Ему, чтобы быть как Он. Поэтому даже если бы наша жизнь человеческая не была растлена, мы все равно нуждались бы в том, чтобы быть возрожденными». То есть, иными словами, получается, что сотворенный Богом человек, он еще не был подобен Богу. Он нуждался в возрождении для того, чтобы это подобие окончательно приобрести. Для того, чтобы обрести вот именно то совершенство, которое было его целью. В самом начале, хотя жизнь Адама не была растлена, она была сотворенной жизнью. Она не была несотворенной жизнью. Она была жизнью человеческой, она не была жизнью Божией. Поэтому даже если бы человек не пал, и его жизнь не была растлена, даже если бы он был весь добро, и в нем не было бы зла, то и тогда он нуждался бы в возрождении. Цель Божия не только в том, чтобы получить человека, богатого добрыми качествами, но более того, чтобы иметь Бога человека, у которого и жизнь, и естество Божие, и кто в точности подобен Богу. Вот она цель создания человека. То есть, человек в конечном итоге сотворенный, он был просто человеком. А потом он должен был быть еще возрожден для того, чтобы стать Бога-человеком и приобрести в себя еще и божественный элемент. Как бы тогда быть с этим стихом, который говорит, давай мы поставим ангела с мечом, чтобы человек, удалим его из рая, чтобы он не вкусил от... чтобы он не стал таким, как мы. То есть, у него был момент стать таким, как Боги, еще при грехопадении. Совершенно верно. Более того, возникает вопрос, если Бог на самом деле хотел сделать человека Бога-человеком, зачем вообще тогда он сделал человека-нейтрального? То есть, этот вопрос есть, и мы на него с вами ответим через несколько минут. Это действительно очень интересная часть всего разговора. Бог не захотел просто взять и вложить в человека божественную жизнь, но оставил за человеком право выбрать слияние с Богом или отказаться от него. Витнесли пишет, «Бог создал человека с тем, чтобы он был подобен Богу и был богочеловеком, обладая его жизнью и естеством. Но когда он сотворил человека, он не вложил свои жизни в человека. Он хотел, чтобы человек упражнял свою собственную волю в выборе и принятии его жизни». Такое красивое объяснение, да, то есть, Бог не захотел человека насиловать. И сказал, то есть, я хочу, конечно, чтобы мы были с тобой одним целым, чтобы ты был богочеловеком, но вот свободная воля пусть у тебя будет. Однако, на самом деле, у всей этой истории есть второе дно. Оборотная сторона и цели Бога по учению Уитнеса Ли в сотворении человека, в сотворении его нейтральными были гораздо менее благовидными, гораздо менее оправданными. И мы с вами чуть-чуть позже об этом обязательно поговорим. И, опять же, хотелось бы отметить одну очень важную вещь. Сама идея о том, что Адам нуждался в возрождении, она с точки зрения Писания абсолютно безумна, она абсолютно невероятна. Почему мы сегодня говорим о том, что человек нуждается во втором рождении? Потому что он мертв, он духовно мертв, да. Мы все приходим в этот мир как мертвые люди. Мы однажды родились от наших матерей, но мы духовно мертвы, и мы должны родиться заново, стать новым творением для того, чтобы действительно обрести вот то подобие Божие, которое было однажды у нас утрачено. Понятие возрождения в применении к человеку непадшему, оно абсолютно не вписывается ни в какие новозаветные представления об отношениях Бога с человеком. По его понятиям, значит, несовершенный Бог сотворил несовершенного человека, чтобы потом самому совершенствоваться и усовершенствовать человека? Вы очень точно поняли саму идею богословия, но мы сейчас попробуем развить эту мысль и посмотреть, как на самом деле это происходит. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Несколько слов по поводу сатаны и греха. Кто такой сатана? Что такое грех? Вопреки намерению Бога, Адам предпочел слиться не с Богом, а с сатаной, поддавшись на уловку главного агента сатаны – змея. В Ветхом Завете не проводится такая точная параллель, что змей – это и был сам сатана. Буквально писание об этом не говорит, хотя есть какие-то параллели, из которых мы можем сделать такой вывод. Витнес-ли говорит о том, что большая часть творений земных к этому моменту были агентами сатаны. И самыми главными агентами были как раз рептилии, гады. И самым главным гадом, самым главным агентом сатаны был как раз змей, который пришел к Адаму для того, чтобы его уничтожить. Мы с вами об этом тоже еще обязательно поговорим. Ну вот несколько интересных цитат. Витнес-ли пишет. «Прежде чем преславный Бог вошел в дух наш, сатана, враг Божий, первым вошел в нас. Дьявол вошел в тело человека, когда тот съел плода с древопознания. Поэтому грех персонифицированный и лицо одушевленное живет в членах тела нашего и правит им как незаконный хозяин, заставляя нас делать то, чего мы не желаем. Грех поучения уитнес-ли – это не испорченность человеческой природы, а это личность, которая живет в нашем теле. Что это за личность? Это сам сатана, который обитает в нашей плоти. Одержимость. Ну, нечто в этом роде, хотя он не называет это таким словом. Но здесь как раз очень важно, что грех – это и есть сам сатана, который живет в нас. Не просто некое проявление его деятельности, не просто некая наша испорченность природы, которая отступила от Бога на полность страстями и похотями, а сам сатана в реальности своей, живущий в нас. Витнес-ли пишет, «Христос есть воплощение Бога, а грех – есть воплощение сатаны». Это как раз очень важная ключевая фраза. «Плод сатаны был посеян в Адама, как семя в землю. Таким образом сатана вырос в Адаме и стал его частью. Когда сатана растлил тело, оно стало плотью. Теперь вы видите, что в грехопадении человек не просто совершил что-то против Бога, но принял сатану в свое тело». Грех – это не просто поступок. Он подобен личности, которая может входить, царствовать, господствовать над людьми, обманывать и убивать людей, а также обитать в людях и заставлять их делать что-то против своей воли. Он очень живуч и чрезвычайно деятелен. Следовательно, грех – это очевидно, опять его любимое слово «очевидно», порочная природа сатаны, лукавого, который в результате грехопадения Адама ввел себя в человека и стал той греховной природой, которая обитает, действует, работает в паршем человеке. Это обитающая в нас одушевленная греховная природа и является корнем всех внешних греховных поступков. И опять же, здесь «Витнес-Ли» становится жертвой своей любви к буквальному толкованию, то есть деревянно буквальному толкованию. Раз грех нас обманывает, раз грех нас вводит в заблуждение, раз грех нас убивает, значит, грех – это личность. Для него как бы совершенно невообразимо, что в Библии может использоваться прием улицетворение. То есть он не понимает и не видит, что библейские авторы очень часто приписывают неодушевленным вещам и явлениям черты человека или черты личности для того, чтобы рельефнее и более явно показать суть их природы. Библия, напротив, описывает грех как преступление и непослушание одного человека. Послание к римлянам, 5 глава, 17-8 стих. Помните, как непослушанием одного человека смерть пришла в мир, так и послушанием одного многим праведность. А не как проникновение некой личности или субстанции извне. В подтверждении своей идеи о том, что сатана – это личность, вернее, грех – это личность, Лис ссылается на библейские тексты, в которых говорится как раз, что грех живет в человеке, царствует в его теле, господствует над ним. Но, опять же, как я уже сказал, это всего лишь обычный прием олицетворения, который в Библии постоянно используется. Библия постоянно описывает сатану как некую личность, которая обитает вне человека, хотя невозрожденный человек в силу развращенности своей природы, он слушает сатану и живет по его воле. Помните, начало второй главы послания к Висянам, где апостол Павел описывает людей невозрожденных как мертвых, людей, живущих по воле князя, господствующего в воздухе. Не князя, господствующего в вашей плоти, князя, который господствует в воздухе. Он внешен по отношению к нам. Сатана существует где-то там. Более того, интересный момент, что если сатана лично живет в плоти всех тех миллиардов людей, которые живут на земле, то получается, что сатана обладает вездесущностью. Он также вездесущ, как дух святой, который обитает в каждом человеке. Несмотря на то, что Писание не говорит о том, что это не так, в Писании нигде не говорится, нет ни малейшего намека на вездесущность сатаны. То есть, сатана всегда присутствует где-то в одном месте, хотя влияние на самом деле распространяется повсеместно. Ну и что происходит в дальнейшем с человеком? Мы уже видели, что сатана проник в плоть человека, обосновался там. И, если используют такую военную терминологию, он говорит о том, что плоть стала базой, наверное, он имел в виду плацдарм, с которой сатана, он дальше распространяется у влияния в человеке. Как бы он рисует такую картинку, вот представьте себе три круга, да, внешний круг это тело, потом круг это душа, и потом внутренний круг это дух. И сатана извне, он начинает пропитывать все наше существо, проникая в самую нашу внутренность, да, то есть, начиная с тела, он начинает все остальные части нашего организма, нашей сущности уничтожать и подчинять себе. Ли говорит о том, что сатана, используя нашу плоть как базу, подчинил себе душу человека, отделив ее от духа и тем самым лишив возможности вот этого неопосредованного общения с Богом. Душа без Бога в самостоятельное, превратилась в самостоятельное и своевольное я, и просто заблудилась, после чего сатана, взяв нашу душу в союзники, как бы удвоив свои силы, он произвел свою разрушительную работу уже в духе человека, окончательно его погасив. Вот, что пишет об этом Витнес Ли. Смерть о том, что это еще в его духе. Когда мы говорим о смерти духа, это не значит, что его больше нет, но просто, что он утратил свою чувствительность к Богу и таким образом стал мертвым для него. Дух потерял возможность общаться с Богом. С тех пор дух Адама, как и всех его потомков, попал под гнет души, пока не слился с нею постепенно так, что эти две части сделались близко сплетенными между собой. Будучи интимно сплетены, они повергли человеку в психический мир, мир души. В этом мире все делается по указанию ума и чувств. Вот именно поэтому Витнес Ли говорит, что мы должны отказаться от души, отказаться от ума, отказаться от чувств, отказаться от воли. И именно поэтому он говорит о том, что главная проблема невозрожденного человека в том, что вот эта интуиция, этот мозжечок, эта внутренняя часть, с помощью которой Бог из подваль подпитывает нас информацией, минуя наш разум и органы чувств, она отключилась, она больше не работает. И мы сами теперь вынуждены воспринимать какие-то вещи именно через наш грешный, развращенный разум, через грешные органы чувств до тех пор, пока мозжечок наш, вот эта интуиция, снова не будет задействована. Субтитры создавал DimaTorzok